Здарова, друзья, с моего Влад Капуста! Я вас хотел бы подготовить к переходу на следующий сезон. Давайте мы, пожалуй, прямо сейчас начнем с того, что 25 тысяч просмотров набираете за сутки, с меня розыгрыш звездного абонемента. Для того, чтобы вы смогли принять участие, вам нужно все лишь подписаться на мой YouTube-канал, поставить палец вверх, написать все лишь один комментарий и обязательным условием быть подписчиком моего YouTube и моего Telegram-канала, потому что вся подробная информация будет постепенно обновляться у меня в Telegram-канале, так что обязательно туда заходите и получайте все раньше, нежели чем все остальные получают всю самую достойную информацию. Друзья, если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA Points, звездных абонементов и также абонементов, то все можно покупать официальным путем через меня и через мой магазин. У меня в магазине вы покупаете только легальным способом и без каких-либо блокировок, на все 100% гарантия. Также, каждому 20-му покупателю бонус в виде FIFA Points и, возможно, еще и монеток, и покупка доступна для всех стран СНГ. Ссылка на мой магазин находится в описании. Я вас хочу подготовить к переходу на следующий сезон. Давайте прямо сейчас мы с вами обсудим, что будет удаляться, что будет доставляться и какие плюс-минус награды в следующем сезоне вы сумеете получить. Для того, чтобы получить по максималочке все. Какие предметы будут сброшены при переходе на следующий сезон? Первый – это уровень вашей учетной записи. Видите под никнеймом уровень моей учетной записи? У вас, возможно, 50-е, 70-е, 80-е и так далее. Все начинается с самого нуля. Видите, у меня монетки в минус идут, но у меня там пару миллиардов монет на моем аккаунте. Скажу сразу, монеты, которые вы накопили себе, они на следующий сезон не переходят. Поэтому, когда у нас будет последнее финальное событие в FIFA Mobile, вы начинаете тратить ваши монетки и собирайте состав по максималке. Так, чтобы ваш состав был одним из самых лучших и самый высокий рейтинг вы имели вашего состава. Так что это обязательно нужно будет делать. Правее мы перед собой видим самоцветы. Ребята, 238 самоцветов. Вот эти вот все самоцветы, которые вы накопили, например, у вас там есть 20 тысяч самоцветов, 100 тысяч самоцветов, возможно, еще и больше, они на следующий сезон тоже не переходят. Есть форс, их будет удалять. Все усиления навыков, которые у меня на 20 уровень закачаны, они будут обнулены и они получат нулевой уровень в следующем сезоне. Поэтому все ваши усилки, которые вы по максималке закачали, к сожалению, в новом сезоне вы начнете их заново прокачивать. Увы, вот такая вот, конечно, у нас беда. Все фанаты, а также кубки, которые вы нафармили, они у нас будут удаляться. Вам придется все заново начинать и заново добывать трофеи и получать награды. Вот так, к сожалению, у нас произойдет новая версия в Ка-мобайл. Все выполненные квесты, они тоже будут обнуляться. С нуля вам нужно будет их проходить и получать награды, которые вам предлагает Ейспортс. Также ваши показатели в лиге. Например, ваша лига занимает первое, второе, пятьдесятое место и так далее. В новом сезоне вы начнете все с нуля. Дальше список всех ваших друзей. Например, у вас есть вот такой вот список друзей. И что вы получите в конечном итоге? Да ничего. Весь ваш список друзей обнуляется. И вам придется заново добавлять ваших друзей в новую версию. Следующий тренировочный опыт. К нему относятся ранги. Если у вас, например, там, ну, 80-200 тысяч очков переноса тренировки, они, к сожалению, на следующий сезон тоже не переходят. Списки лидеров. В режиме атаки в равной игре тоже будут обнуляться. Вам придется снова играть в режим атаки, либо в равную игру, и добывать себе достойное место. Что имеет ESports в виду под значками, я пока что точно не знаю, поэтому я не могу конкретизировать. Если они говорят о логотипах, тогда, конечно, да, все прискорбно и печально. Потому что логотипы красивые, хотелось бы, чтобы они на следующий сезон у нас принеслись. Какой ваш самый любимый логотип? И есть ли такой у вас? Смотрите, сколько много логотипов красивых за все абики, за все события, которые у нас были в FIFA Mobile. Ну, самый красивый это с десяткой. Что у нас сохраняется? Баланс наших FIFA Points. Например, у вас на вашем балансе 5000, 10 тысяч, 100 тысяч, 200, 300 тысяч FIFA Points, они у вас переходят на следующий сезон. Очки и игроки сейчас и потом. Когда у нас появятся события сейчас и потом, тогда вы будете себе выбивать игроков, которые вам перенесут ESports в следующий сезон. Супер крутая штука. Также, логотипы пользователей. Значит, все эти логотипы, которые я вам показывал, все четко они переходят. Блин, и самое главное то, что эмоции тоже у нас перейдут. И значит, все эмотиконы у нас тоже перейдут в следующую версию. Охрененно. А у вас много эмотиконов? Напишите в комментах. Круто, спасибо за то, что они остаются. Мне лично очень нравится. Возможно, ESports имеет в виду, значки это эмблемы по типу Арсенала, Челси, Брайтона и так далее. Возможно и так. Хотя, на самом-то деле, у нас смысла от этих значков особо никакого и нет. У меня дохрена форм, поэтому я буду максимально рад, если большинство из этих форм перейдет в следующий сезон. Давайте эту пока выберем. Красивенная форма? А какая ваша самая любимая футбольная форма? И что вы думаете насчет следующего сезона? Какие изменения вы хотели бы, чтобы ESports вам всем добавили в новую версию? Также имя вашего пользователя и ваш ID остается при вас. Поэтому ни в коем случае не переживайте. Если у вас никнейм какой-то шпак или дурак, он с вами пожизненно останется в FIFA Mobile и FK Mobile. Конечно, ESports, блин, сделайте хотя бы за самоцветы, за FIFA Points и возможность поменять никнейм в игре. Ну это ж легко! Либо хотя бы один раз бесплатно можно поменять никнейм, а дальше уже за самоцветы, либо за FIFA Points, либо же за какой-то там донат. Ну мне этого лично очень не хватает. А вы что скажете? И вот финальное сообщение, которое у нас будет постепенно обновляться и дополняться. Общий ваш рейтинг команды по итогам сезона все еще имеет значение. В новом сезоне вы получите награды на основании вашего общего рейтинга. И чем выше общий рейтинг вашей команды, тем лучше награды. Поэтому, ребята, я всем вам рекомендую вот прямо сейчас начинать по максимальке. Закачивайте ОВР вашего состава. Делайте так, чтобы ваш состав был нереально хорошим. Вот именно в следующем сезоне будет влиять ваш рейтинг. Чем выше рейтинг у вас, тем лучше награды вы сумеете от eSports получить. Есть шансы, что eSports еще и придумает события команды наследия, как было в предыдущих сезонах. Где есть возможность играть вашим старым составом в новой версии. Хотя, думаю, вряд ли они такое уже будут делать. Но хотелось бы, чтобы eSports такое сделали. Вся информация будет постепенно обновляться у меня в телеграм-канале. Так что туда заходите, принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент. И подписывайтесь на мой ютуб-канал и на мой телеграм-канал. Все, ребята, но с вами был Коксава Шалат Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!